Я из Петербурга, Ленинграда, и для меня Петля Нестерова это прежде всего название легендарной рок-группы. Но для Нижнего Новгорода, как и для всех остальных, это, конечно же, фигура высшего пилотажа, впервые исполненная Петром Николаевичем Нестеровым. И это же первая ассоциация с его фамилией. Однако сегодня я бы хотел вам рассказать не столько про пилота с памятной открытки, сколько про человека, чья жизнь до сих пор остается мало кому известной. Отец будущего пилота умер, когда тому было всего три года, и вся забота о детях легла на плечи матери. Вы, наверное, удивитесь, но она видела своего сына музыкантом. Он прекрасно играл на рояле, у него был очень приятного тембра голос. Сбегая вперед, хочу сказать, что композитор Александр Глазунов настоятельно рекомендовал юнкеру Нестерову поступать в столичную консерваторию. Юный Петя учился в Аракчеевском кадетском корпусе, где когда-то работал его отец. Это место было выбрано, потому что сироты были избавлены от платы за учебу. Но в дальнейшем он не видел себя на музыкальном поприще. Почему? В доме Нестерова была собственная голубятня. И вот как вспоминала мать Петра Николаевича. Каких только голубей у нас не было. И стремительные длиннокрылые почтовые, и ковыркающиеся в небе турманы, и красавцы павлини и голуби, и монахи. Впрочем, последних Петя не любил. Они плохо летали, а его интересовала тайна полета, свободного, легкого и красивого. То есть уже тогда Нестерова интересовало небо. Мать рассказывала ему об известном нижегородском изобретателе Иване Кулибине, благодаря чему Петя заинтересовался техникой. В одной из сохранившихся детских тетрадей Нестерова записаны слова полководца Суворова при встрече с Кулибиным. «Помилуй бог, много ума, он создаст нам ковер-самолет». Когда в мае 1896 года с территории Нижегородской ярмарки в небо поднимался аэростат, на котором могли прокатиться все желающие, Петя также зафиксировал этот факт у себя в дневнике. А было ему всего 9 лет. В 7 классе Петр Нестеров получил следующую аттестацию. Обладает острым умом, любит математику, физику, рисование и черчение. Является образцовым типом будущего офицера с ярко выраженными нравственными качествами и могущего увлечь за собой подчиненных в бою. Следующим этапом было столичное Михайловское артиллерийское училище, которое он окончил на отлично и мог выбирать из имевшейся вакансии. Но вместо конной кавалерии, куда мечтали попасть все юнкера, Петр Николаевич попросился в артиллерийскую бригаду на Дальний Восток. Ответ на вопрос «почему» крайне интересен. Дело в том, что юный выпускник хотел жениться на девушке по имени Надежда Голицкая, которую знал с детских лет. Однако существовал закон, согласно которому офицер, не достигший 28 лет, вносил в кассу полка реверс размером в 5000 рублей на случай его смерти, чтобы его семья была обеспечена. Это была огромная сумма, которой у Нестерова не имелось. Также ему было запрещено жениться не на дворянке. Но в отдаленных местностях Российской империи данный закон можно было обойти. Чем и воспользовался молодой офицер, пожертвовав карьерой ради семейного счастья. Во Владивостоке Петр Нестеров сам занимался с солдатами, а не перекладывал это на фельдфебелей. Над входом в его квартиру висел плакат «Чины оставлять за дверьми». На батарее, которую он командовал, никто поминутно не говорил «Ваше благородие». Своего офицера солдаты звали просто «Господин поручик». Все это вызвало недовольство коллег и начальства. Здесь же Нестеров охотился и даже подстрелил уссурийского тигра, чья шкура украсила его квартиру. В то время в тех краях этих кисок было более чем предостаточно. Когда настало время полугодовалого отпуска, поручик Нестеров приехал в свой родной город и стоя здесь на набережной наблюдал, как чайки парят над водой. А рядом также восхищался их полетом студент в форме императорского технического университета. Молодые люди разговорились и тут выяснилось, что студента зовут Петр Соколов и он является учеником основоположника аэродинамики Николая Егоровича Жуковского. И вот спустя полгода за городом у владельца дровяного склада был снят сарай, куда они перевезли странный аппарат. Местные крестьяне могли наблюдать следующую картину. По пуле несется лошадь, запряженная в телегу. А за телегой, привязанной к ней веревкой, летит человек на уровне трех метров. Это был планер, спроектированный Нестером и построенный им вместе с Соколовым. Так что, в принципе, здесь можно было бы поставить памятник еще и Нестеровскому дельтаплану. А дальше вопрос настойчивости и случая. Отправившись в столицу, Нестеров никак не мог добиться зачисления в летную школу, сталкиваясь с дуболомными военными чиновниками. Тогда, отчаявшись, он пришел на прием к помощнику военного министра Алексею Поливанову. Дело было утром, и генералу пришлось принять его в халате. Потом он вспоминал, что не смог отказать стройному голубоглазому молодому офицеру, от которого так и веяло глубокой порядочностью и почти детской простотой. Естественно, Поливанов и предположить не мог, что этому просителю он открывает дорогу к мировой славе. Ну а дальше была карьера пилота, которому приходилось доказывать, что фигуры высшего пилотажа — это не просто, выражаясь вульгарно, понты, а военная необходимость. Про него даже был сочинен стишок. Ненавидящий банальность, полупризнанный герой, бьет он на оригинальность своей мертвую петлей. Нестеров ответил на импиграмму не только поэтически написав в ответ свою, но и физически выполнив эту самую мертвую петлю первым в мире. Своей жене он однажды написал такое письмо. Дорогая Дина, сегодня я был в маленькой опасности. У меня в воздухе загорелся бензин в карбюраторе и остановился мотор. Когда я опустился на землю, то прокатился и стал в луже. Бензин разлился по льду и горел кругом, грозя спалить самолет. Мне кричат, чтобы вылезал скорее из аппарата, а у меня пояс не расстегивается. Вижу, что если я буду торопиться, то только попорчу. Спокойно выдержал момент, осмотрел пояс и расстегнул его, вылез из аппарата. Затем оттащили самолет, затушили бензин. Говорят, что смотреть было очень страшно и большинство считало меня на волоске. Можете себе представить, что испытала супруга пилота, прочитав подобное? Но, к сожалению, гораздо больший шок ей пришлось пережить после известия о том, что ее муж погиб, совершив таран австрийского самолета. Сделал он это на самолете Моран. А это самолет Ньюпор, на котором он совершил ту самую мертвую петлю, с которой мы начали свой рассказ и который прославил нашего пилота на весь мир. С вами был гид Павел Перес и команда проекта Нижний 800. Редактор субтитров А.Семкин